Это время арт. Передача об искусстве жизни и людях. А что в жизни человека может быть важнее, чем его семья? Об искусстве построения семейного счастья поговорим с моей гостьей, начальником отдела ЗАГС Могилевского горосполкома Галиной Михайловной Аножко. Галина Михайловна, создание семьи – это искусство? Действительно искусство? Безусловно. Создание семьи – это не просто искусство. Это еще и большая работа. И, конечно же, мы почему-то всегда рассматриваем, что семья – это почему-то два человека. Муж и жена. Или двое молодых людей, которые создают семью. Но я считаю, что нужно смотреть гораздо шире. Семья – это не только супруги. Это их дети. Это их родители. То есть это большое количество людей, которые так или иначе совместно проживают, общаются. И они все должны научиться жить друг другом. Конечно. У них общие проблемы какие-то, общие радости. И естественно, что вот в этом общении возникает всякое. И действительно, это большое искусство. А ему нужно учиться этому искусству? Обязательно. Это как-то по наитию происходит. Передавалось бы с генами. Было бы проще. Но на генетическом уровне, я думаю, тоже передаются какие-то основные, так сказать, положения. Но, тем не менее, конечно, этому нужно учиться. Учиться общаться. Но почему мы говорим очень часто о семейных ценностях и о семейных традициях? Вот эти вопросы, они переплетаются. Вот семейные ценности, семейные традиции, семейная культура, мы употребляем такую терминологию. И, соответственно, искусство жить вместе, искусство строить семью. И если в семье есть традиции, есть определенные принципы, устои, это все нарабатывается годами. Если это передается из поколения в поколение, то, конечно же, ну, каждая девочка, да, стремится создать семью. Успешно выйти замуж? Ну, не скажите. То есть, это смотря в каком возрасте. Конечно, когда девочка совсем маленькая, она принцесса, то для нее вообще замуж – это одеть красивое платье и походить. А после того, как уже подружки повыходили замуж, то, конечно, для каждой девочки сам факт выйти замуж – это важно. Но когда уже женщина создала семью, то есть вышла замуж, то для нее важно создать семью вот в том понимании, как ее научила этому бабушка, мама. То есть это очень важно. Конечно. Когда я разговариваю с нашими девочками, да, которые приходят к нам просто в отдел ЗАГСа на практику, или очень много приводят к нам, ну, в качестве экскурсионных программ деток наших вузов, среднеспециальных учебных заведений, школ, и мы с ними проводим какие-то беседы, и мы всегда интересуемся, то в большинстве своем девочки говорят о том, что для них семья – это когда детки, это накрытый стол, имеется в виду красивый… Жена хозяйка, скорее всего, должна быть. Да, да. Это уютный дом, это красивая гостиная. Но чтобы достичь этой идиллии, гармонии, надо прикладывать большие усилия? Безусловно. Нужно прежде всего. То есть штамп в паспорте – это только, это даже, наверное, ничего, да? Ну, когда люди приняли окончательное решение, что они, в общем-то, вместе, и вместе пойдут по жизни, и на долгие годы, тогда они приходят в ЗАГС, для того, чтобы это зафиксировать на бумаге. Потому что каждый сейчас, все очень образованные, грамотные, много читают все, и понимают, конечно же, о том, что после регистрации брака наступают серьезные правовые последствия. Ну, а дальше уже, это уже как в семье. Если люди умеют слышать и слушать друг друга, то у них обязательно все получится. Даже ссориться нужно учиться. Абсолютно верно. Если они захотят услышать друг друга, не молчать. Вы смотрите, раньше очень часто психологи, да, говорили, или мы читали в литературе в какой-то, я помню, в школе были предметы, типа этика семейной жизни, вот такие. И о том, что можно воспитывать мужчину молчанием. То сегодня говорят совершенно об ином. Сейчас говорят о том, что нужно разговаривать, нужно общаться, нужно договариваться. Говорить друг с другом, что она болела, решать вместе проблемы. Как в жизни нужно общаться, так и в семье. Чем больше супруги проговаривают друг с другом о том, какие проблемы у них, или наоборот, каким образом они построят отдых в этом году, в следующем. Обратите внимание, сейчас, в общем-то, в семье всё достаточно серьёзно планируется. Даже молодые семьи, мне очень нравится сегодня подход молодых людей, они между собой, даже готовясь к свадьбе, у них всё планируется. Они точно знают, какой они хотят видеть свой свадебный день, какое количество гостей они пригласят. Наверное, уже начинают обязанности распределять. Да, абсолютно верно. Они каждый понимают роли. И, естественно, с этого всё и начинается. И потом в семье. Ну, после первой семьи родителей, бабушек, наверное, и сотрудники ЗАГСа являются такими проводниками на первоначальной ступени. Да, ведь вы уже в красивых залах для торжественной церемонии показываете какие-то традиции очень важные для, в частности, для нашей культуры белорусской. Те же рушники. Да, мы не только хотим эти традиции показать и сохранить, очень важные. Да, это рушник, это и семейный очаг, это и напитки любви, которые мы предлагаем. Мол, даже всё это мы для того делаем, чтобы они понимали, что с сегодняшнего дня они единое целое, что они друг для друга, друг за другом. И, естественно, говоря те слова, мы же их не просто так говорим, а то есть мы программируем молодых людей на их будущую совместную семейную жизнь. И вот я думаю, что очень важно, как они воспринимают то, о чём мы говорим. Спасибо большое. Некоторых вы хорошо запрограммировали. Мы очень рады, да. И когда через многие годы к нам приходят со словами благодарности о том, что всё получилось. Конечно. Ну почему? Мы же проводим и юбилейные регистрации 5, и 10, и 15, и 20 лет. И, конечно, люди приходят с благодарностью. Не всегда помнят того регистратора, который зарегистрировал их брак. И считают, что это важный человек в их семейной жизни. Они помнят те слова. Кто осознанно подходит к этому шагу создания семьи, тот помнит каждое слово, которое говорится в этот день. Не обязательно, не только регистраторам. Ведь всё начинается с чего? С утра невесты. И первое слово кто скажет? Мама скажет, папа скажет, бабушка скажет. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали. О том, что искусство строит семейные отношения, оно закладывается с детства. И то, что мама с папой привьют девочки, так и будет. Если ребёнок воспитывается в семье, где принято завтракать вместе, и где принято ужинать вместе... Или ждать папу, чтобы он пришёл с работы вместе за стол. То обязательно девочка создаст свою семью, и тоже они будут... По той же модели строить свою семью. И мальчик, если папа к маме в семье относится по-доброму, он пресловутые наши цветы дарит ей не только на день рождения 8 марта и годовщину со дня свадьбы, а это делается в непринуждённой обстановке, и просто потому, что он счастлив... Как подойдёшь к этому шагу, зависит твоя судьба фактически. Но всё-таки, а что сделать, если это 18-20 лет? Как подойти ответственно к этому моменту? И вообще, какие у нас тенденции сейчас? Браки они молодеют или наоборот? Ну, я всегда говорила и говорю о том, что у каждого, у каждой пары, у каждого человека свой возраст для создания семьи. Нельзя говорить, что в 18 лет неправильно, а в 25 правильно. Нет. У каждой по-разному, в общем-то, созревание происходит. Именно вот этой мысли о том, что да, я готов, да, я готова для того, чтобы взять на себя определённые обязанности и взять на себя ответственность за другого человека и за будущих детей. Как только готовы, вы не поверите, приходят молодые люди, им 20-21 год, и когда с ними общаешься, вот при подаче заявления на регистрацию брака, понимаешь, что да, они готовы. А вот почему некоторые молодожёны верят в магию чисел? Да? Вот последние годы это очень модно, не знаю, или это правда, 7-го, 07-го, 17-е, последняя была магическая дата. Был ли бум? Ну, бума как такового не было. Ну, по моему мнению, бума не было. Было, ну, немножко больше, чем обычно, но не так, как вот в пиковые. Это была суббота? Да, это была пятница. В обычную пятницу сколько вырегистрировались? Ну, в обычную пятницу где-то порядка 40 пар, 35-40. Ну, в пятницу 7-го, 07-го было 49. 49. Да. Ну, это обычная цифра, то есть, ну, как бы для субботы, но она была в пятницу. Но всё же, почему некоторые гонятся за числами 08-го, 08-го? Они ставят цель, они приходят заранее, чтобы только в эту дату, иначе всё, жизнь что, пойдёт не так? Ну, я считаю, что эти цифры, они ни на что не влияют, но опять же... Ну, коли им будет легче, наверное, от этого. Да, всё программируется, да, мы уже об этом знаем, о том, что как думаешь, так оно и исполнится. Кто с какими мыслями создаёт семью, так оно и будет. Если они думают, что 7-го, 07-го, цифра семёрка, это цифра семьи, да, как говорили многие молодожёны в этот день. Да, семь, это семья, и они будут обязательно счастливы. Это прекрасно. Пусть они будут счастливы, потому что они зарегистрировали свой брак в этот день. Но, конечно же, они будут счастливы по-другому. Они будут счастливы тогда, когда они научатся жить вместе, когда они смогут именно друг для друга это делать. Как видно, подводя итог, создание семьи – это большое искусство, да, но всё-таки какая-то формула у каждого своя, секрет счастья, да. Надо искать её, правильно? Обязательно. А кто ищет, тот обязательно находит, да. А секрет счастья, он абсолютно прост. Это умение понимать друг друга, слышать друг друга, терпение и любовь, конечно, да. Взаимное, я не скажу взаимопонимание, хотя многие наши юбиляры, которые приходят, они, да, вот взаимопонимание. А многие и в 50 лет совместной жизни, когда приходят на юбилейную свадьбу, пишут одно главное слово – любовь. Только любовь эту каждый трактует по-своему. Спасибо. Любовь – это, наверное, самое главное в жизни. Об искусстве строить семейное счастье. Мы говорили с моей гостьей, начальником отдела ЗАГС Могилёвского горсполкома Галиной Михайловной Анушко. Кто-то преподает математику, кто-то химию. А моя гостья учит женщин быть красивыми. У Камина об искусстве визажа поговорим с профессиональным визажистом Галиной Дедковой. Скажите, визаж – это всё-таки искусство? Да, это искусство. Что в нём от искусства? На самом деле от искусства визажа очень много. Если углубляться профессионально и глубоко изучать эту тему, то, конечно же, профессиональные визажисты – это не обязательно для знаний, не обязательно для макияжа, для себя на каждый день. Но профессиональные визажисты всё-таки владеют знаниями о композиции, знаниях цветовых сочетаний, знаниях колористики. Это основные моменты. То есть визажист – это в какой-то степени художник? В какой-то степени да, конечно. Мы рисуем лица. Ну, визаж – это целая техника создания образа. И я так понимаю, что здесь учитывается всё. За одни курсы можно это постичь? За одни курсы понять основы, конечно, можно. Но постановка руки, тренировка навыков – это, конечно, длительный период. Я читала где-то выражение, что чтобы стать мастером в каком-то деле, нужно сделать это дело 10 тысяч часов, по-моему. Понять можно, объяснить теоретически, попробовать. То есть направить, что я делаю на курсах, я всё-таки направляю в более нужное русло мысли человека и как правильно тренироваться, в каком направлении и какие навыки тренировывать дальше, более углубленно. То есть в повседневной жизни этого хватит? Да, для повседневной жизни – да. Вот визажу. Научиться можно? Или это всё-таки откуда-то оттуда, свыше, да, но как талант художника того же? Научиться можно при желании. Я считаю, главное – желание. Если человек хочет, научиться можно всему. Потому что в визаже – 50% техники, 50% творчества. Сначала мы изучаем техники визажа, а потом мы уже творим этими техниками, создаём шедевры, можно так сказать. Накраситься, в принципе, может любой, владея техниками. Но всё-таки для более высокого уровня, наверное, профессионализма, для создания более гармоничного образа нужно знать много. Ну, а вообще, зачем женщине владеть этим искусством? То есть это помогает подчеркнуть твою внешность, что-то в ней исправить. Это потом даёт тебе уверенность в себе и ощущение, что ты неотразима. Во-первых, макияж – это искусство быть разной. Владея техниками разного макияжа, женщина в соответствии с настроением, в соответствии с поводом, может меняться. Может менять макияж, может вызывать определённые эмоции и ощущения у окружающих. Это тоже очень важный момент. И вот выбор макияжа, допустим, в каком направлении делать макияж, от этого и зависит, если подходить к этому осознанно. Опять-таки, хочет привлечь внимание или просто хочет выглядеть красиво. Ну, и мы в этой жизни играем разную роль. От этого, наверное, тоже зависит выбор внешности, выбор образа. Да. Ну, во-первых, мы тут говорим про праздничный макияж или про повседневный. Тут тоже можно немножко разделять. Праздничный макияж, конечно же, он зависит от роли. Это невеста или это гость на свадьбе. Бывает, невесты хотят быть очень нежными, а гости на свадьбе говорят, мне всё, всё, что можно. У неё красное платье, красные губы. То есть, соответственно, разные эмоции будут у окружающих и мысли вызывать люди. Если это на каждый день, каждый день мы играем тоже какие-то роли. Мы ходим или на работу, или мы встречаемся с подружками и идём на дискотеку. Опять-таки, это тоже разные макияжи? Или у нас просто прогулка в парк, хороший вечер? Получается, что женщина – это меняющаяся картина, если с художественной точки зрения. И, наверное, хотелось бы, чтобы это было так, да, чтобы женщины, владея искусством макияжа, умели меняться. Но чтобы это делали красиво и со вкусом. Чтобы всегда в разных ролях, в разных образах были красивыми. Вот вы, как профессионал, скажите, стоит ли человеку создавать образ, в котором ему некомфортно, но он модный сейчас? Это лично моё мнение – нет. Я считаю, что психологический комфорт – это основная составляющая красоты. Есть женщины, которые без макияжа чувствуют себя уверенно, комфортно, и поведение её будет соответствующим. Если человек чувствует себя уверенно, не зависит от внешних атрибутов, там, одежды, макияж, то она будет вести себя раскованно, она будет в центре внимания. Если человек не уверен, даже если он накрашен профессионально, уже человек будет чувствовать, что что-то не то, и будет как-то, наверное, зажиматься, прятаться где-то, чтобы меньше привлекать к себе внимания. Не общаться, наверное. То есть всё-таки психологический комфорт. То есть человек будет сам по себе, макияж будет сам по себе, и вообще образ будет не соответствовать. То есть, получается, создавая вот этот гармоничный образ, это ещё очень тонкая психология, и визажист должен быть психологом. Да. Вы как-то убеждаете ваших клиентов, которые приходят, что вам этот образ больше пойдёт, чем тот, который вы хотите создать? Нет, я не убеждаю. Хочу сказать, что после 10 лет работы визажистом я поступила на психолога. Да, у меня образование педагог-психолог. Наверное, потребность возникла, потому что очень много приходится общаться с людьми. И, конечно же, профессия человек-человек, непосредственно тесное общение. И я не переубеждаю, я не настаиваю. Я могу рассказать. Я могу рассказать женщине, девушке, что можно сделать с макияжем, и что в таком образе, какие она будет эмоции вызывать, а что в таком вот образе она будет какие эмоции вызывать. А выбор всё-таки за ней. То есть это ещё и знание визаж, это ещё и какие-то знания. Знания более глубокие, да, и психологические, и, я бы сказала, соматика, да, физиогномика, психосоматика, семантика, психосемантика, наверное, это значимость, да, знаковость. Это тоже очень важно. Да, кстати, даже из древних времён, вот из истории макияжа, да, украшали себя с каким-то смыслом. Всегда делали индейцы, да, у них же каждый рисунок на лице, это что-то значило. Ну, даже возьмём животных. Они тоже имеют определённый раскрас, да, и меняют его, есть животное, чтобы вызвать у партнёров, или испугать, отпугнуть кого-то, или привлечь наоборот. То же самое в макияже. Можно оттолкнуть человека, а можно, наоборот, привлечь внимание. Ну, визаж, он должен быть ко времени и к месту. Обязательно, обязательно. Это тоже наука, понимать, что к месту, что ко времени. Тоже определённое знание. Галина, почему вот кто-то стремится создать идеальное лицо, а кто-то и без сложного коммерческого макияжа чувствует себя вполне комфортно, нормально? Хороший вопрос. Это про глубину, про наполненность и про самодостаточность всё-таки. Общаясь, опять-таки, с психологами, я задавала этот вопрос, почему, и ответ таков был, что чем более наполнен человек, чем он более собран, чем он более самодостаточен, тем меньше ему нужно каких-то внешних атрибутов. Я не говорю только про макияж. Понятно, что никто не отменял обыкновенный уход за собой. Это само собой, разумеется. Я говорю про то, что приступают, наверное, какие-то границы, слишком вызывающий макияж, много аксессуаров, возможно, да. Но, опять-таки, всё от внутреннего мира. Может быть, визаж – это какая-то маска? То есть, например, женщина, она стеснительная, робкая, попала в руки к визажисту, и она так раз, и женщина вам. Я бы не назвала это маской. Опять-таки, это возможность перевоплощения. Быть другой, побыть в такой роли. Хоть один раз в жизни, мне кажется, женщина должна попробовать быть разной. Поэтому даже для собственного мужа, если есть парень, мужчина, если она будет разной, я ничего плохого в этом не вижу. И это не маски, да, это образы, это перевоплощения. То есть, вот ты в один образ вписался 10 лет назад, и в нём одном-одном это не надо делать? Нет, конечно. Меняется статус в жизни, меняется. Меняется, опять-таки, человек развивается, он становится другим. Меняется немножко внешность, конечно же. Манера поведения меняется, макияж нужно менять. То есть, макияж – это не только здесь, это ещё и здесь. Да. Вообще, это самовыражение. Иногда через макияж можно много сказать. Не только через макияж, вообще через образ человека. Можно сказать про его, что у него внутри происходит. Нужно ли каждому человеку искать и создавать свой образ всё-таки? Да, я считаю, что нужно. Ну, мы говорим, наверное, про женщин всё-таки, да. Я за то, чтобы женщина умела быть разной. Умела быть разной и умела, наверное, перевоплощаться в разные образы, да, в зависимости, опять-таки, в ситуации. Чтобы это было конгруентно как-то ситуации, конгруентно одежде, и тому статусу, и поводу, куда она предполагает пойти. И тогда она будет единственной и неповторимой. Да, да. Ну что же, тогда мы нашим телезрительницам пожелаем искать и находить. Да. Да, искать свой образ, быть разной и не бояться экспериментов. О поиске гармоничного образа и об искусстве визажа мы сегодня говорили с профессиональным визажистом Галиной Дедковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова